Антон Павлович Чехов. Гусиный разговор. В синеве небесной, совершая свой обычный перелёт, длинной вереницей летели дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные и действительные статские советники. Позади их семейство, штаб и канцелярия. Старики кряхтя решали текущие вопросы. Гусы не говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали друг другу сальные анекдоты и роптали. Молодым казалось, что старики летят вперёд не так быстро, как того требуют законы природы. «Так нельзя лететь», — говорили они, когда истощался запас сальных анекдотов. «Это чёрт знает на что похоже. Летим, летим. И ещё до Чёрного моря не долетели. Эй, вы, ваше высочество, будете вы по-божески лететь или нет?» Рассудительные же старики рассуждали иначе. «И не понимаю, зачем мы только летим? Гусь-гусич», — говорил один старичок другому, записывавшему фамилии роптавших. «Летим на запад в неведомую бездну, в страну опереток. Согласен, оперетка — хорошая вещь, даже необходимая. Но поймите же, что мы для неё ещё не созрели. Для нас с вами куплет. Все мы невинны от рождения, пожалуй, ещё ничего. Для ума же незревшего он гибель. Душевно рад, что нахожу у вас соучастников своей скорби. Природа заставляет нас лететь, здравый же смысл вопрошает. «Но к чему мы летим? Седьмать бы нам зиму здесь, где и место много и явство изобильное, и гусиная нравственность самобытна. Взгляните вы же на этих свойских гусей. Сколь завидна их доля. Живут осёдла, тут у них и даровой корм, и вода, и навоз, в недрах коего заключается много богатств, и множественно освещенного веками. И сколькими важными поступками летописи их украшивают. Не спаси они Рима, этого рассадника римских тлетворных идей. Они не знали бы их в истории себе соперников. «Взгляните, какие они сыты и довольны, как нравственные жёны!» «Ну, ваше высочество!» — вмешался один гусак из породы молодых до ранних. «За это видимое довольство с них берут слишком дорого. Они платят свою независимостью. Из них, ваше высочество, приготовляют гуся с капустой, гусиное сало и гусиные перья». «Вот если бы у тебя в голове было поменьше таких идей, — огрызнулся старик, — то ты не говорил бы так со старшими. Как твоя фамилия?» «И так далее. До места своего назначения гуси летели благополучно. Особенно ничего не произошло. Раз только старики, увидев на земле молоденькую свойскую гусыню, моргнули глазами, прищёлкнули языками и, забрав фуражные деньги, спустились вниз. Но и то ненадолго. Гусыня деньги взяла, но чувство стариков отвергло, сославшись на свою невинность.